Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы снова рады приветствовать вас на нашей передаче, на которой пытаемся отвечать на поступающие на адрес нашей студии вопросы. Хотелось бы, как обычно, традиционно начать нашу передачу со слов благодарности всем тем, кто активно принимает участие в ее продолжении, задавая свои интересные вопросы. Не всегда имея дело с народной мудростью, мы можем почерпнуть что-либо действительно полезное или то, чему следует подражать и исполнять в своей жизни. Наряду с действительно мудрыми поговорками, которые пронизаны духом Евангелия и Писания, мы можем встретиться с такими, которые совершенно далеко отстоят от духа Нового Завета. Ну, например, «не соврешь, не проживешь», как мы все прекрасно знаем, и тому подобные поговорки. Я думаю, та, которую вы привели сейчас, относится именно к этой второй недоброй категории. Если вы считаете себя христианином, то, в принципе, само наименование христианина подразумевает, что вы подражаете тому имя, которого носите, то есть Господу Иисусу Христу. Читая Евангелие, читая его вдумчиво, мы с вами не можем не прийти к одному простому выводу, что Спаситель, делая добро абсолютно всем окружавшим его людям, в результате получил ярко выраженную неблагодарность как со стороны своих ближайших учеников, которые разбежались в страхе опасности, когда его пришли вести на суд и заключили в темницу, так и в отношении Бога избранного народа, ради которого он пришел, и обетование пришествия Спасителя, который хранил. В конце концов, его жизнь окончилась крестными страданиями и смертью, причем убили его те, которые имели Писание, знали пророческие книги, свидетельствовавшие о пришествии в мир Избавителя Мессии. Они распяли и убили своего Царя. Они убили того, кто исцелял их народ, кто совершал чудеса, кто пытался обратить их в правильное русло ведения духовной жизни, пытался открыть их духовные очи. Читая Писание, мы видим, что Христос никогда никому не сделал ни одного зла. Он совершал на этой земле только исключительно добрые поступки. Делая что-либо, делая доброе дело, как учит нас сам Спаситель, показавший нам личный пример, мы не должны ожидать взамен подобного же. Но, пожалуй, должны делать наоборот. Если по отношению к нам осуществляется агрессия, то мы должны ее остановить на себе. Об этом говорит Евангелие, рекомендующее подставить правую щеку. Это означает именно то, что, испытав на себе чьи-либо нападки, мы не должны их передавать подцепной реакции. Ну, известно же, когда нас оскорбили, обидели, мы тут же пытаемся сорвать свою злобу на другом человеке. Это может быть близкий нам родной человек, это может быть мать, это может быть отец, это может быть супруга. В конце концов, это могут быть беззащитные дети, на которых мы можем сорвать свою негативную реакцию, свое негативное настроение. И таких примеров достаточно. И вот, чтобы это зло не разрасталось, чтобы оно не имело продолжения, Спаситель рекомендует остановить его на себе, подставив правую щеку. Вместе с тем, Господь учит, чтобы мы молились за обижающих нас и делали добро творящим нам напасти. Таким образом, мы преображаем то зло, которое в этом мире существует и в данный момент направляется против нас. Мы даем ему совершенно иную окраску. Мы обезоруживаем дьявола, который является аккумулятором всякого зла. Очень часто мы собственные мысли не можем отличить от тех, которые происходят от нас самих, от тех, которые приходят совне. И вот очень часто такие состояния, как приступы внезапной тоски, уныния, раздражительности, они являются следствием воздействия злых духов, которые посредством мыслей, видимых, всеваемых нас образов, провоцируют подобные настроения и подобную реакцию. Делая кому-либо добро в ответ на злой поступок, мы обезоруживаем дьявола, потому что его прямой задачей является распространение зла. Если ему удается с помощью поздового поступка какого-либо человека разжечь еще и нас, а если посредством нас ему удается разжечь еще и другого человека и выстроить эту цепочку все длиннее и длиннее, для него это является радостью и достижением его цели. Поэтому та поговорка, которую вы привели, она не является евангельской и, ко всему прочему, противоречит Духу самого Спасителя нашего Иисусу Христу. Святое Писание призывает нас делать добро, и существует один замечательный древнейший принцип, который подтвердил, как установление Божие и сам Создатель наш, сказав, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступайте с ними. И, естественно, если вы ждете добра, вы должны делать добро. И, соответственно, если вы ищете противоположного, если вы хотите остаться в одиночестве, то можно заключиться в себе, заключиться в своем эгоизме, не делать никаких добрых поступков, и в результате, когда вам будет необходима помощь, можно без нее остаться. Можно не найти тех людей, которые протянут вам руку помощи. Святое Писание уверяет нас в том, что рука дающего не оскудеет. И когда человеку кажется, что он расточает, на самом деле происходит обратное, он обогащается. Из житий святых мы с вами неоднократно можем почерпнуть такие примеры, когда тот или иной святой, отдавая последнее, в конце концов, приобретал много больше. Известны такие случаи из жизни монастырей. Бывали трудные и голодные годы в истории народа российского. И тогда монастыри открывали свои погреба. Они начинали раздавать все то последнее, что оставалось у них. И вот чудесным образом, когда они раздавали все, и уже была угроза и самим начать голодать, вдруг откуда-то, совершенно непонятно как, приходила помощь. Приходили ли обозы с хлебом, или какие-либо богатые купцы начинали вдруг неожиданно жертвовать на монастырь, и те запасы, которые были истощены в помощь голодающим людям, были до краев наполнены особенной помощью Божьей. То же самое происходит и в нашей с вами частной жизни. Чем больше мы пытаемся отдавать себя, дарить себя людям, дарить свое тепло, любовь, ласку, заботу, тем в большей степени мы приобретаем. Так устроен мир, таков закон Божий. Но, как мной уже было сказано, нашим с вами великим противоборцем является дьявол. И поэтому, чтобы отбить людей охоту, совершать добрые поступки, он иногда устраивает дело таким образом, что действительно в ответ на наше добро мы иногда получаем злой ответ. Мы получаем неблагодарность. Человеку, незнакомому с Евангелием, как мы это уже разбирали, это действительно может показаться странным. Ведь действительно, в ответ на добро должно происходить добро. Но, как был приведен мною пример из жизни Христа Спасителя, мы не должны ожидать подобной реакции. Даже наоборот, совершая добро, мы не должны ничего ждать. Оставить это на милость Божию. И Господь уже Сам подаст нам, согласно с нашим сердцем, и никогда не оставит нас нищими, убогими, тогда, когда мы действительно совершаем добрые поступки. На этом наша передача окончена. Я снова благодарю вас за те вопросы, которые вы присылаете на адрес нашей студии. Надеюсь, что ее интерес к нашей передаче не будет ослабевать и впредь. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok